Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Interday на зеркальных уровнях поддержки и сопротивления. В связи с последними событиями рекомендую всем перейти по ссылочке в описании на мой канал и подписаться на Яндекс.Дзен, Мейл Пульс, Рутуб, где я планирую также публиковать свои видео, чтобы не потеряться. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Сами видите, что происходит. Фейсбук уже заблокировали, Инстаграм на днях заблокируют. Не исключено, что YouTube тоже подвергнется санкциям. Поэтому, чтобы не потеряться и не пропускать мои видео, подписывайтесь на телеграм и на мои другие соцсети. На этой неделе я подготовил вам 9 инструментов и по ним несколько сигналов. Кстати, на прошлой неделе все мои сигналы на 100% отработали в плюс, где цена дошла до сигналов. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать полезные видео и вместе зарабатывать. Итак, евро-доллар отбился на прошлой неделе от зеркальной линии сопротивления аж два раза. И я рассчитываю, что он отобьется еще раз, поэтому давайте вместе здесь зарабатывать. В районе цены 1.10.90 можно ставить ордер на продажу. А в районе цены 1.0.8.05 ордер на покупку от линии поддержки. Доллар-канадец имеет линию сопротивления. В районе цены 1.28.87 может ставить ордер на продажу. А в районе цены 1.26.31 и 1.25.57 ордера на покупку. Это классические уровни поддержки. Австралийский доллар находится вот в такой коррекции. Кстати, на прошлой неделе отлично отработал сигнал по Fibonacci. 1.61.8. Также по таймфрейму M30 можем рассчитывать на уровень сопротивления и продажу от уровня цены 0.73.35. Доллар-иена пробил все уровни сопротивления, пошел вверх. Но он, кстати, отработал все уровни, все мои сигналы. Да, может не так четко, как кому-то хотелось. Но если аккуратно ставили ордер на продажу, то вот здесь вот было больше 100 пунктов коррекции от уровня сопротивления. Сейчас я ожидаю, если цена вернется к уровню поддержки, то будем покупать от уровня цены 1.16.371. А также от зеркального уровня поддержки 1.15.525. И внизу уровень поддержки классический 1.15.014. Также имеет силу доллар-франк несколько сигналов на этой неделе отработал. Сейчас пробил верхний уровень сопротивления. Также ожидая, если пойдем вниз, то будет зеркальный уровень поддержки в районе цены 0.93.23 покупаем. И также в районе цены 0.92.49 тоже от уровня поддержки зеркального покупаем. Вообще на этой неделе очень много зеркальных линий, что я очень люблю, поэтому давайте вместе заработать. Но нижние уровни поддержки классические также я обозначил. Смотрите, если вдруг цена дойдет, то тоже от них покупаем. Канадец франк также пробил уровень сопротивления. Ждем его у зеркальной линии поддержки в районе цены 0.72.96. Оттуда будем покупать. Австралиец-канадец прямо уже подошел практически к линии поддержки. Тут ставим ордер на покупку от уровня цены 0.92.58. Но имейте ввиду, что если понедельник откроется с сильным гэпом, он может пробить эту линию, то тут уже, конечно, сигнал уже не будет актуален. Евро фунт. Тут такую вот я линию обозначил не особо сильный, но тем не менее для скальперов внутри дня вполне себе потенциальную. На таймфрейме М15 линия сопротивления и цена 0.8406. Отсюда продаем. Ну и нефть давайте посмотрим. Вообще нефть пророчит нам до 300 долларов. Вот поэтому на прошлой неделе она росла. Но вот буквально последние три дня была техническая коррекция мощная. И цена обвалилась, считайте, со 133 до 106 долларов. Сейчас вот такая вот консолидация. И возможно, что пойдем дальше вверх. Но перед тем, как пойдем вверх, что у нас? Возможные пробои вниз. Здесь у нас будет уровень поддержки. Здесь мы ставим на покупку от уровня 0.107.79. А также, если пойдем вверх, вот такая вот сетка Фибоначчи мне нарисовалась. В районе цены 122.78 можем ставить ордера на продажу. Но будьте осторожны. Нефть очень волатильная. Поэтому следите за своим риск менеджментом по вашей торговой стратегии. Давайте посмотрим экономический календарь. Во вторник у нас изменение числа заявок на пособие по безработице по британскому фунту. В среду у нас заявление ФОМС. Решение по процентной ставке ФРС. Повышение планируется. А значит, курс доллара будет укрепляться. А значит, евро-доллар, фонд-доллар. Все могут пойти вниз. Имейте в виду. В четверг решение по процентной ставке в Британии. Тоже планируется укрепление. А значит, скорее всего, будет укрепление британского фунта. А в пятницу решение по процентной ставке Центробанка России. Снижение такое же стремительное, как и повышение. С 20 пунктов аж до 9,5. Если это произойдет, то имейте в виду, что процентные ставки по вкладам в банках тоже, скорее всего, упадут. Я, конечно, надеюсь, что из моих подписчиков никто не держит деньги на вкладах в банках. А держит на брокерских счетах и зарабатывает самостоятельно. Но если все-таки таковые есть, то имейте в виду, что проценты по вкладам, скорее всего, снизятся. Поэтому лучше всего поспешить и воспользоваться ими сейчас. Ну, кстати, есть и хорошая новость. Процентные ставки по кредитам тоже, возможно, снизятся. Так что имейте это в виду. Вот такие вот новости и сигналы на эту неделю. Не забывайте подписываться на мой телеграм по ссылке в описании. Там я буду искать возможности донести до вас свои сигналы, если нас всех заблокируют в YouTube. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok